сегодня пожалуй самое время рассказать вам о нашей яхте и начинается она вот с этой доски которую моряки на самом деле называются трапом это очень важный элемент потому что без него добраться на яхту вам будет очень сложно в 99 процентах случаев будьте осторожны когда вы выполняете этот трюк сама наша яхта 40-футовая переводим на доступный 12-метровая меньше арендовать было уже никакого смысла производитель жанно французский яхта наша молоденькая ей всего 16 лет практически вот-вот получит паспорт для яхты это никакой не возраст теперь заходите на борт я вам покажу и расскажу все более подробно если вы обратили внимание то на нашей яхте два штурвала это не означает что может быть одновременно два капитана просто когда яхта кренится то вы можете перебегать с борта на борт и вам так будет легче кстати это наш шкипер зовут его владимир савч вин в мире казат и слава украине но к сожалению в принципе он не мой это очень важное качество для шкипера поверьте мне если вы посмотрите на корму то увидите там не только капитана но и спасательный круг который как я понял моряки в дальнейшем переделали подкову чтобы было больше удачи это подкова бывает дневная бывает ночная ночная с лампочкой чтобы вас было легче обнаружить как и все современные яхты наша сделана из пластика а в зоне кокпита вы можете увидеть ценные породы дерева это тик он очень плотный и он очень легко противостоит соленой воде из-за этого дорогой так что если вы увидите яхту которая вся укрыта тиковым деревом помните что человек при ее покупке смотрел на нее и у него дергался глаз именно поэтому дерево наверное называется тиковым цена ребята цена 90 процента времени як смены выходного дня и шкипер проводят снаружи вот здесь поэтому у нас есть шикарный столик вы можете увеличить его в размерах для того чтобы количество продуктов здесь тоже можно было увеличить при хорошем капитане вот этот столик очень белый очень чистый и аккуратный что делать если ты накрыл стол а все ребята находятся там внутри в компании берешь дудку делаешь так ладно я соврал это с футбола я не думаю что сейчас подробно вам нужно рассказывать о парусах но вы обязательно должны помнить что как только вы попадаете на яхту вы не просто какой-то пассивный турист вы рано или поздно становитесь разного уровня бестолковости моряком потому что шкиперу постоянно нужно помогать это целая философия это обязательно вас сплотит это обязательно научит вас понимать яхту и научит понимать море собственно для этого люди и пытаются путешествовать на яхте вот это у нас лебедка вы очень часто будете ей пользоваться естественно вам она будет напоминать мясорубку бывают такие лебедки и электрические но мне больше нравится вот такая вот олдскульная сделан она для того чтобы натягивать или собирать а теперь небольшой антракт в этой обуви дальше идти нельзя нужно переобуть называется обувка топсайдеры или топсайдеры какие самые важные характеристики во первых они должны защищать ноги потому что на самой яхте у нас очень много канатов у нас очень много металлических железных частей и вы можете повредить ногу вторая часть истории это подошва подошва должна буквально прилипать к пластику и при этом она не должна быть маркой если я проведу вот так по столу тот апсайдер ничего с этим пластиком не сделает а если вы приедете сюда в кроссовках черной подошвой то вот эта вся подошва будет на яхте везде ее придется мыть клининг яхты дело не дешевое а теперь пойдемте на нос я вас познакомлю с еще одним членом команды помните о том что когда вы передвигаетесь по яхте вы всегда должны держаться за что-то надежное прикрепленное к яхте это могут быть порушни это могут быть ванка теперь давайте познакомимся с еще одним членом команды его зовут тузик да 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 это надувная лодка почему тузик потому что очень часто ее привязывают к яхте и он как собачка бежит по волнам за ним английском языке это тендер то есть связь связь между яхтой и берег на любой уважающий себя современной яхте обязательно сегодня должна быть солнечная батарея потому что когда вы выходите в море под парусом электричество всегда мало это у нас кают компания здесь вы будете проводить время только возможно в непогоду и когда ночуете у нас есть прекрасный диван стол это место можно переоборудовать в два дополнительных спальных места а также у нас есть два санузла которые моряки называют гальюны здесь очень много полочек и много разных скрытых удобных вещей вот это у нас как вы понимаете умывальник для того чтобы до него добраться нужно просто убрать специальную накладку вы с легкостью можете помыть посуду вот этот вот второй краник он делал для того чтобы вы добывали морскую воду ей тоже пользовались а теперь небольшой product placement наши партнеры mastercard кстати отличная чашка сейчас поймете как раз для яхты а на яхте очень много полочек и очень много отделений для утвари посуды и продуктов все на защелках потому что все на яхте должно быть закреплено куда полез свет на яхте обязательно есть вы помните что очень часто он от аккумуляторов точно так же как и ваш холодильник холодильник находится вот здесь она уже на найди уже холодильник это святая святых любой яхты сюда складывают продукты и потом целую неделю вы можете отсюда доставать всякую вкусняшку очень часто на яхте когда не работает мотор отключается собственно и холодильник поэтому я рекомендую вам сразу приобрести несколько мешкового льда это недорого полтора-два евро загрузить в холодильник и тогда продукты у вас не испортятся на борту есть газовая плита с духовкой выглядит она казалось бы самым обычным образом но моряки не были бы моряками если бы не проапгрейдили систему теперь она компенсирует крены и наш чай не разливается даже при 3-4 баллах здесь даже борщ можно варить носовая каюта самая большая и самая удобная для сна и для проживания но есть одна небольшая проблемка если вас укачивает то это самое рыгачное место на яхте дополнительный бонус блевать вы можете в своем отдельном гальюне ну и детально про санузлы ладно давай перезапишем главное отличие гальюна от вашего санузла заключается в том что здесь два в одном вы можете сидя на унитазе в принципе принимать душ для этого вам просто нужно включить кран и здесь поменять режимы все больше ничего конечно под ногами наберется вода но с этим можно бороться у нас есть специальный насос вы его нажимаете и откачиваете вот таким вот образом воду есть конечно и нюансы с использованием унитаза сейчас расскажу унитаз у нас небольшой но как вы видели среднестатистическая 200 килограммовая панда здесь помещается главный нюанс в сливе у нас все это происходит механическим путем есть рычаг дальше вы начинаете все это качать после чего переключаете тумблер и промываете систему морской водой да чуть не забыл немой капитан сейчас показывает пальцами жмурится и буквально кричит мне о том что ты же не рассказал что здесь есть кран не только с холодной но и с горячей водой да 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 в отличие от поздняков харьковского и практически всего киева на яхте есть бойлер поэтому горячая вода есть всегда если вы помните на корме у нас расположены еще две каюты они поменьше но очень уютные кстати все двери у нас тоже фиксируется так чтобы во время качки ничего не хлопало теперь посмотрите на этот отсек я не знаю кто как но первый раз когда я путешествовал на яхте я почему-то вот ложился таким вот образом у меня был удивительный симпатичный маленький домик влада цепи шадраковы ничто меня не раздражало прошли годы и мне кажется что теперь нужно спать наоборот все парусные яхты которые выходят в море обязательно должны быть оборудованы мотором он у нас есть прячется под лестницей мотор у нас хороший производитель янмар важно сказать что за неделю путешествия вы потратите где-то приблизительно 100 евро на топливо никому не нравится ходить на парусной яхте под мотором мотор шумный но в штиль других вариантов у вас нет только наш рауль втек разведывайте над рам гальюна я покажу вам все одно опцию на яхте вмыкаем тут я правильно машина мы вмыкаем режим оболаскивания он работает приблизительно так наконец то мы отключили мотор появился ветер и вы должны услышать как он развивает паруса собственно для этого десятки тысяч людей приезжают чтобы заняться яхтингом и ощутить вот эту свободу и насладиться морем небом и прекрасными греческими островами ветер сейчас не сильные но тем не менее мы уже движемся со скоростью 5 узлов это что-то около 9-10 километров любители парусных яхт ненавидят владельцев моторных яхт потому что это антагонисты если яхта это тишина свобода и ветер то моторные суда это ужасающая щаде ада которая также сейчас нас попытается перевернуть волной в общем та же самая история а может быть даже и круче антагонизма между лыжниками и сноубордистами партнеры проекту джип Там Мастеркард.